Всем привет, с вами Лука Ябков и сегодня в гостях Семен Уралов. Главная проблема это работа с диаспорами. Украина, по-моему, даже первое время богаче жила, чем Россия. Подросли те, кому по 40 лет, это уже полностью антисоветские люди. Есть ли отличия между когнитивной и информационной войной? У нас же широкая гамма чувств. Человека, чтобы манипулировать, им надо свести до двух чувств. Ну а как нам быть? Куда нам идти? Мы-то медийщики, мы давно знаем, понимаем, как работают. А обычные люди, они вообще с этим никак не сталкиваются. Людям нужно почувствовать рядом таких же, как они ёбнут. Лука Ябков. Лука Ябков. Всем привет, с вами Лука Ябков и сегодня в гостях Семен Уралов. Политический обозреватель, чьи сфера интересов охватывают когнитивные войны, союз... Короче, по подводке это не моё. Я лично являюсь его давним фанатом, человек, который описывает всё, что происходит последние три года в нашей жизни, а именно когнитивные войны. Здравствуйте, Семен. Приветствую. Сегодня мы будем говорить и о них, и не только о них. Семен, давай расскажешь, наверное, для наших юных зрителей, программа у нас детская, выходит в обед на ОРТ. Кто ты? Сейчас я, наверное, писатель всё-таки, потому что книги стараюсь обобщать опыт, который приобрёл буквально ближайшие книги «Постукраина. Страна без государства». Это продолжение как раз начатых технологий, ну, исследования в методе когнитивных войн. Просто у нас очень смешивается общество и государство. Ну, так все процессы привыкли смешивать. Вот первая часть украинской трагедии, это было, ну, она так и называлась, технологии сведения с ума. Первая, это, собственно, как общество наших соседей, ну, фактически нас самих, то есть я отказываюсь рассматривать это отдельно, потому что это какое-то зеркало, может, для кого-то кривое. Но, тем не менее, всё равно это мы довели до состояния, до которого мы видим похожее на умопомрачённое состояние. А вторая, ну, вот последняя книга, это, собственно, как произошёл захват и демонтаж государства, вот, потому что общество пребывало в каких-то своих иллюзиях, там, иллюзии евроинтеграции, ещё чего-то, ещё чего-то. А государство системно уничтожалось, в общем-то, в угоду, ну, разных игроков, в том числе и глобальных, в том числе и местных. Вот, но это, как бы, книги, это всё-таки продукт интеллектуальной деятельности, да. А, в общем-то, до 2012-2013 года я очень плотно занимался именно политтехнологиями полевой частью, это и Россия, там, больше, там, 30 регионов, Украина, почти все регионы, за исключением, там, 5 или 6, там, в Кировограде не работал, в Черкассах, в Сумах, ну, ещё в паре регионов. Молдавия, Приднестровье, вообще, как бы, мой любимый регион, непризнанный. Ну, и где-то, вот, после войны 8-го года, ну, вот, 08-08, увлёкся ещё непризнанными республиками, это потому, что тогда жил, работал в Одессе, рядом Приднестровье, ты, как бы, на машину сел через час, ты в Тирасполе, вот. Вот, потом побывал в Южной Осетии, это вообще отдельный интересный мир, это, наверное, самое похожее на, вот, античную демократию, потому что там же вся республика, ну, 40 тысяч человек, и там, в общем-то, все друг друга знают, и там политика, она вообще такая открытая-открытая, то есть там избиратель и представитель во власти, они совсем рядом находятся, живут в одном городе, ну, там, Схинвал, 30 тысяч человек. Но при этом все центральные улицы в Южной Осетии, например, улицы Сталина, больше нигде в мире такого нету, вот. И там есть ещё перекрёсток, например, улиц Путина-Медведева, тоже нигде такого не найдёшь. И тупик Шойгу. Такого не находил. Ну, и, соответственно, вот, увлечение непризнанными республиками до 14-го года, это было такое, ну, это, скорее всего, были исключения, а не правила, да, тоже Приднестровье. А в 15-м году, получается, я поехал в Донецк, где написал свою первую книгу, я тебе её как раз подогнал. Надо показать её, наверное, в кадре. Да, два капитала, как экономика... Да, мы потом круглый план покажем. Да, как экономика втягивает Россию в войну, я поехал в Донецк, собственно, разобраться в том, что там происходит для себя, понять. Ну, одно дело картинка в телевизоре, а совершенно другое дело реальность. А получилась, в общем-то, книга о том, что Россию всю втянет в этот конфликт и как относиться к тому, что происходит на Украине. То есть, это либо мы сами, либо это что-то такое, от чего можно там отгородиться, ментально, как минимум, и перестать замечать. Но эта книга, она нашла в твоё второе рождение, вот, как раз в 22-м году, потому что там написаны процессы, она написана в 15-м году. А, в общем-то, после начала СВО, в общем-то, вот, поэтому интересно сверить, в том числе, свои прогнозы. А дальше, собственно, тему когнитивных войн я очень тонко прочувствовал, когда у нас был белорусский аналитический проект, он как раз был накануне событий 20-го года. Ну, у нас есть такой, как бы, экспертный Сонар-2050, ну, как НКО, ну, мы занимаемся исследованиями, да. Экспертными, именно моя сфера интересов, это союзники наши, союзники и соседи, ну, то есть, бывший СНГ, скажем так. Это и те, кто с нами входят в особые отношения, как, например, казахи, белорусы, киргизы, и наши соседи, с которыми у нас, например, давняя конфронтация, может быть, ну, по каким-то разным вопросам. Как, например, Молдавия, она нам близкая, ну, люди нас поддерживают. Но с властью молдавской у нас конфронтация, или как в Армении, например, да, у нас, в общем-то, общество в массе своей, учитывая, что переезжают из Армении в основном в Россию, да, то есть, они, ну, русофилы, да, так или иначе, в массе своей, но власть, откровенно, антироссийская, и кризис уже вон до чего дошел, что уже католикоз выступает, ну, занял политическую позицию, заняла церковь, да. И вот таких вот кризисов, если вот мы будем по периферии сравнивать, они вроде бы разные, ну, то есть, в Армении свое общество, в Киргизии свое, на Украине свое, но механизмы одни и те же. Вот, то есть, в общем-то, всех ловят на, ну, каких-то формах национализма, которая направлена против, ну, даже не России, как, ну, это просто основано на фобиях. Они же все маленькие. Мы все время привыкли смотреть на карту нашими глазами. Вот это все мое родное, вот она. А вот если попробовать посмотреть из их уголка любого, там, киргизского, армянского, белорусского даже, то это, кажется, что-то страшное над тобой такое нависает. Ну, вот, что такое огромное, какая-то необъятная Россия, да. И вот эти вот национализмы, они, в общем-то, были всегда, ну, они в советское время были, но в течение, там, 15-20 лет системного такого одебиливания, ну, населения, да, то есть, упрощения образовательных программ, ну, то, что Дмитрий Юрьевич называет превращение в малолетних дебилов, вот. Вот, в общем-то, выросло поколение, у которого уже не склеиваются причинно-следственные связи, и которые, в общем-то, видят, ну, даже уже не национализм, это уже форма самоубийства. Ну, они же раскачивают, так, во-первых, нам надо разобраться, кто такие они, потому что тезисы, как будто одни и те же везде, я вот очень много езжу по работе, одна и та же методичка почему-то работает на все, то есть, большой Советский Союз нас всех угнетал, и это все, я вот захожу в Казахстане, и там прямо на полках стоят книги, как СССР там гравил Казахстан, вы нас все высасывали, мы без вас бы давно развились, и вы имперцы, вот, вы нас угнетали, и сейчас мы разобьемся. Почему это зерно сеется в эту почву везде, и оно такой хороший росток делает, это какое-то чувство собственной исключительности, казахи, украинцы, киргизы, везде пытаются, армяне те же, хотя я сам с Арменией, пытаются эту тему раскачать, вы нас там заебали, вы нас угнетали, вы нас колонизировали, и вот сейчас мы все разобьемся, и эта тема прямо прорастает. Ну, во-первых, потому что надо отделить реальные исторические процессы от политизированных, мы действительно колонизировали очень многие регионы, там, где не было городов. Ну, вот, давай сразу определимся. Колонизация – это всегда основание городов. Ну, есть, вернее так, есть два типа колонизации – колониальная и вот британская, да, то есть это осуществление, когда колонии заморские, да. Тогда это модель, что митрополия вывозит ценности и регулирует внешнюю торговлю своим колониям. У континентальных империй, ну, которые продвигаются по земле, ну, которые вот евразийские еще их можно назвать, это вот Китай так развивается, мы так развиваемся, Османская империя, империя Чингисхана так развивалась. Это, ну, другой принцип развития, да, потому что там народы между собой встречаются и начинают совместно проживать, вот, как-то жениться. Имперская модель вот англосаксонского типа – это модель, ну, скажем так, геноцидного типа. Вот, поэтому с казахами нужно всегда, вот я как, я говорю, вы поймите, вы были кочевники. Вот, вы на тот момент, когда вы встретились с империей. Вот, посмотрите на судьбу кочевников североамериканских, когда они встретились с англосаксонской империей. Это индийцы. Нет, ну, вы можете как угодно там говорить, высокая была культура, там, у ханов когда-то невысокая. Вот, по факту, когда империя, эти же все территории, они все присоединялись в 17-18 век. Ну, вот так вот, плюс-минус, да. И везде наша империя сталкивалась с местными народами. Ну, так или иначе. У кого-то были города, у кого-то не были города. И просто это сейчас мы из 21-го просвещенного века смотрим, и нам так вот интересно на это все посмотреть. А эти народы периферии, они всегда делили выбор между или-или. То есть, между Москвой и Варшавой. А как относились положения, ну, как бы, православных крестьян у Речи Посполитой? Это были рабы. Ну, то есть, это было самое унизительное положение. Крепостное право в Российской империи, по сравнению с тем, как оно было у панов, у шляхты католической по отношению к православным, это были, ну, как рабство в Америке, да. Это вот первое. Поэтому выбор всегда или-или. Или когда делал выбор армянский, например, народ. Или грузинские княжества. Они же делали выбор. У них с одной стороны была Османская империя, а с другой стороны была Российская империя. И вот теперь, конечно же, хорошо. Спустя 200 лет. Спустя там уже никто не угрожает. Вот. Уже проведена индустриализация советская. Уже все провели у себя приватизацию. Уже все себе расставили. Ну, как бы, везде образовались владеющие семьи. Это тоже ни для кого не секрет. Ну, что, как бы, в каждой постсоветской республике образовалось порядка 2% владеющих семей. Вот. Они уже и детям передали. Почему я говорю семьи? Потому, что они уже передали детям, а кто-то уже и внукам. И вот, в общем-то, уже возник консенсус на постсоветском пространстве. И я считаю, что, в общем-то, вот эти вот владеющие семьи, они с помощью такого национализма, они утверждают свой аристократизм. То есть, вот они хотят себя новыми князьями назначить. Но они же так это видят. Что теперь все. Это теперь наше. Оно теперь навеки. И вот для этого им нужен национализм. Не совсем понимаю, как это работает. Ну, хорошо, вот развалился Советский Союз. Все. У каждого свой суверенитет. Развивайтесь дальше. Зачем проскачивать эту тему? Ну, в смысле, как зачем раскачивать? У тебя и в каждой республике образовалась следующая модель. У тебя есть лишние граждане. Ну, вот. Все постсоветские республики испытали деиндустриализацию. Они делают следующее. Им нужно лишних граждан куда-то, ну, отток, чтобы произошел. Ну, соответственно, чем больше у тебя национализма внутри, тем больше у тебя людей уедет в Россию. Вот. И вся вот модель республик с лишними гражданами, они же кормятся за счет этого. Лишние это не пристроены, закрылись заводы. Ну, конечно. Им объективно негде работать. Все южные республики, вот начиная от Таджикистана, и мы смотрим до Молдавии. Вот мы посмотрим. Там избыток, особенно мужиков. Ну, посмотри, что происходит. Ну, когда посмотришь, что там в Тбилиси посмотришь. Здоровые мужики без работы сидят постоянно, играют в нарды. Это же везде происходит. То же самое в Баку, в Азербайджане. Все южные республики испытывают после 91-го года бум рождаемости. Вот. Почему? Ну, их догнал... Просижу. Спад рождаемости. Это сельские граждане, которым в 70-е годы уже окончательно пришла советская власть с центральным отоплением, с медициной, самое главное. Поэтому сохранился еще вот то, что приносит деревенский житель многодетность, да, ну вот культуру многодетности. Но при этом догнала уже медицина 20-го века. И вот мы наблюдаем этот эффект. Ну, где-то лет через 20 он закончится. Это как было у китайцев. Вот китайцы переселились в города. И у них постепенно начался, в общем-то, отказ от многодетности. Но это общий процесс. Также с нашими предками произошло, когда они переселились в города. Так что там это вот последние эффекты. И бум рождаемости, перенаселение. И развивают национализм. Я не понимаю эффекта этого. Ну, смотри. У тебя образовалась новая республика. В новой республике в каждой образовался достаточно несправедливый миропорядок. Ну, так или иначе. Нигде не стало лучше, чем было. Чем в Советском Союзе. Чем в Советском Союзе. Даже не вернулась. Украина, по-моему, даже первое время богаче жила, чем Россия. Ну, на момент выхода, конечно, богаче. Украина была... В общем-то, Белоруссия вернулась на показатели плюс-минус, которые были. Где-то даже восстановилась. Но не все на самом деле. То есть, Белоруссия балансирует. Это мы увидим даже по рождаемости. А вот все наши южные соседи. У них произошел бум рождаемости. Ну, вот у всех после 91-го года. Больше всего в Таджикистане. Больше всего в Узбекистане. И там вообще местным элитам им нечего делать с этим лишним населением. Только кормить. А кормить особо нечем. Поэтому это все население начинает отток в Россию. Причем отток по двум мотивациям. Потому, что нет работы. Потому, что там, так или иначе, там формы национализма. То есть, сначала же русские уехали. То есть, изначально национализм был формой для того, чтобы вычистить лишних. Ну, которые были русские. Но там не только были русские. Сколько было немцев в том же Казахстане. Ну, то есть, там были очень разные люди. В той же Киргизии были отдельные города, так называемые, закрытые. Ну, ВПКшные, куда ты не заедешь. Ну, ящики, так называемые. Там работали советские инженеры. Они напрямую работали на Москву, на Новосибирск. У них было спецнабжение. Они просто формально находились на территории Киргизии. И сначала это был инструмент выдавливания русских. А потом это превратилось уже... И интеллигенция поехала. И сами люди поехали. Потому, что там невозможно жить. А национализм это всегда поиск виноватого. У тебя же реальность не склеивается. Она лучше не становится. Ну, так давайте мы назначим кого-то виноватого. Потому, что иначе в ходе следствия можно выйти на самих себя. Ну, потому, что причиной-то всех проблем является, так или иначе, разрыв кооперационных и союзных связей с Россией. Потому, что вот реальность белорусская, где наименее были разорваны связи, где они сразу были восстановлены, ну, там, соответственно, и наивысшие темпы развития. Вот. Поэтому тут ничего удивительного нет. И нужно оправдать свою бездарность вот именно госстроительства. А русский российский национализм кто качает? Для чего и куда? Ну, с русским национализмом все сложнее. Он же имперский. Нам же всегда всего мало. Ну, то есть он же на этом основан. И это наше, и это наше, и это наше. Ну, в России он сейчас же не беспочвенный. Бесконтрольная миграция реально уже начинает. А это не национализм. Это же не только русских беспокоит. Это, скорее, проблема свой-чужой. Ну, с этим я согласен, что не только русских. Это свой-чужой. Это же мы живем нашими укладами в наших городах. Без разницы, где. В Татарстане, в Казани, в Москве, в Сибири. И приезжают люди, которые выделяются и еще начинают диктовать свои правила местным. Ну, начинают диктовать правила местным. Начинают ставить себя выше закона во многом. И в этом смысле без разницы, откуда они. Это же и русского, и соседа его, который живет татарином, точно так же возмущает. Меня как нечисто русского это тоже напрягает. Понимаешь? Поэтому я считаю, что это не совсем национализм. Это скорее вот в чужой монастырь со своим уставом. И тут главная проблема – это работа с диаспорами. Потому что нужно еще там людям объяснять, что в России по-другому устроена жизнь. А так как все эти народы так или иначе не диаспорные, они когда же приезжают сюда, ну, с исключением, наверное, православных, то есть армян, ну, имеется в виду христиан, да, грузин. А все остальные, они так или иначе держатся диаспорами. И внутри этих диаспор у них есть свои авторитеты. Этим авторитетам просто нужно объяснять, что в России устроено так, так, ну, вот, как бы. А им объясняют? Я думаю, нет. Ну, из того, что я видел, у нас же подход какой? Это же новые рабы. Ну, у нас же модель-то какая? Американская. То есть, что нужно взять бесправную рабочую силу на таких вот полулегальных основаниях. И потом, если что, она одноразовая, выгонять ее. Ну, вот такое ощущение, что она как будто небесправная. Я, например, сейчас мониторю телеграм-каналы, приезжают люди, встают на учет, получают там паспорта почему-то каким-то очень упрощенным способом. Но это уже граждане. Да, уже становятся гражданами, но живут они не по нашим законам, получают много пособий, льгот и уезжают обратно к себе. То есть, даже такие ситуации есть, что люди там получают материнский капитал, обналичивают его через разные схемы, получают пособие на ребенка, но живут у себя в стране. Ну, тут, скорее, вопрос нашей миграционной политики. То есть, почему у нас нет зеленой дорожки для тех, кто добро пожаловать жить. А трудовая миграция, я считаю, должна быть организована. Ну, например, северные корейцы. Ну, то есть, это люди, которые организованно приезжают строить какой-то объект. Сделали это и уехали. Не получая паспортов. Да, но при этом открыта зеленая дорога для всех, кто переезжает просто жить и работать в России. Как это контролировать и откуда это пошло, что начинают выдавать пачками паспорта. Я, например, гражданство России получал, наверное, лет 7-8. А где под пачками? Ну, у нас только закон же был федеральный по Крыму. Украинцев-то вопросов нет. Ну, вот идет же недовольство сети, что приезжают люди с Таджикистана, с Узбекистана на стройки, и через там месяц у них уже у всех паспорта. Ну, и, наверное, даже нарушение каких-то законов. Да, конечно, нарушение. Сейчас начали вот после Крокуса уделять этому внимание. Я не знаю, как они экзамены сдают по русскому языку. Это для меня всегда загадка. Пушкинский институт или какой там? Уже ректоров, по-моему, посадили. Ну, это смешно, конечно. Ну, а еще в ужасном состоянии находятся наши так называемые университеты. Вот в каждой республике, допустим, в Киргизии есть Киргизско-славянский университет. Имени, кстати... А, он имени Пушкина, да. Или имени Ельцина. Ну, там, короче, интересно все. Там вот из ельцинских времен еще вот созданы были российско-таджикские, российско-киргизские. И, по идее, они бы должны стать, ну, центрами нашего продвижения. Ну, там все до такой степени коммерциализировано. У меня такое впечатление, что все наши проекты, вот, которые я наблюдал на постсоветском пространстве, а мне много где доводилось именно побывать, посмотреть, они по какому принципу реализуются. Вот есть начальники, есть местные начальники. Вот если у наших начальников с местными начальниками все как бы хорошо, как они считают, да, то, значит, ну, и бог с ним, что происходит в этой республике, то, чем там занимается, как бы. А там же каждая заходит с внешней стороны. Вот если как бы мы рамку удерживаем когнитивных войн, то это же, в первую очередь, трансграничное воздействие на общество. Вот. И точечно на элиты. Ну, вот, как, например, в Казахстане. За 20 лет их новая уже элита прошла через вот эту вот образовательную программу, когда лучшие выпускники учились там в британских вузах, в французских, а потом возвращались чиновниками. Сначала чиновниками среднего уровня. Ну, все, теперь это уже замминистры. Теперь это уже министры. Ну, а как будут настроены люди, которые учились, в общем-то, вот мы имеем новых чиновников в Казахстане. И потом встречаешься с ними на какой-то конференции. Даже ты видишь, что такой вот, ну, с Украины такие же были люди. Ну, настроенные, да? Поэтому у нас сейчас уже на постсоветском пространстве самое страшное. У нас уже подросли те, кому вот там по 40 лет, и вот они уже занимают сейчас средние позиции. Это уже полностью антисоветские люди, то, что называется. Антирусские. Хотя говорят хорошо на русском языке. Говорят хорошо на русском языке, и иностранные вузы вкладывают там свои какие-то тезисы, свою линию партии, скажем так. Ну, тезис, в общем-то, один, что Россия рухнет, и наша задача поживиться на вот этих вот обломках. Ну, это так или иначе полицайщина. Ну, идеология полицаев. Что мы будем надсмотрщиками, когда Запад будет вот разделывать Россию, как бы. Ну, а почему тогда мы наших... Вот недавно же был скандал, тоже после Крокуса, что где-то в Таджикистане школа, которая построена на российские деньги, которую курирует российское посольство, начали поднимать, на каких программах обучают школьников, и в истории там прописано, что СССР угнетал Таджикистан, разграбило его, и все плохо. То есть мы за свои деньги выращиваем себе, ну, скажем, врагов. Потому что у нас нет госзаказа на те же учебники. Ну, а как вот у нас с тем же обществоведением? То мы учим пять лет его в школе, то сейчас сокращаем до... Ну, я вообще не знаю, что сейчас происходит. Нету какого-то общего критерия или общей повестки, кто это все ведет, министерство образования, кто это контролирует. Мне интересно вообще после этого скандала, то, что прокатился по телеграм-каналу, какие-то выводы сделаны, что ты что-то изменила там, или я сомневаюсь? Я исхожу из того, что подход должен быть. Ну, почему в советском кинематографе получались неплохие фильмы, которые до сих пор мы смотрим? Потому что там было всегда по заказу. Помнишь, когда начинается? По заказу гостелерадио чего там фонда. А у нас сейчас при поддержке. То есть, каждый, что хочет, то и творит, а его просто поддерживают. Фонда кино. Да. Ну, так оно и будет. То есть, чего у человека в голове нет. Такие вещи, они идеологичны. Они не могут быть просто учебники, потому что кто-то захотел написать учебник. Я помню советские учебники, там каждое слово выверено. Там вообще как бы авторы работали, коллектив, они дорабатывались. То есть, издание там 10-е, 11-е, 12-е, дополненное. То есть, учебники это то, что делается на десятилетия. Надо не забывать об этом, да? А если мы будем каждые пять лет, то это концепция, то это концепция, то это. То у нас так ничего и не будет. Вот и будет такое расхристанное понимание истории. Вот такое вот. То туда бежать, то сюда бежать. Ну, и у каждого еще новые какие-то историки, новые версии, которые никем не проверены. Но они вылезают, и клиповое мышление позволяет это все быстро впитывать. Я тут подсел на тиктоке казахских ученых, и это для меня вообще его открытие. Ну, у казахов интересное чувство юмора такое. Они это тебя подкалывают, ты не очень понимаешь, подкалывают они тебя или нет. Ну, как будто это... Нет, хорошо, выглядит как подкол, но как будто на полном серьезе ты начинаешь считать, что... Ну, у казахов было интересно, там вот в нулевых люди разбогатели и начали себе титулы покупать. Ну, у нас же все-таки сложнее, ты, если уж не Шереметьев, то, извини меня, ты как бы... Нет, ну, у нас тоже такое было. Нет, оно было, но точечно, да, а там было проще, потому что там же, ну, не было письм. Ну, что, я себе быстро колено просчитал, до какого я там хана, да. И, в общем-то, появились такие вот интерпретаторы, которые начали вот эти вот рода генеалогические людям продавать, составлять. А так как в Казахстане это доказать вообще невозможно, то есть у нас над этим начали смеяться, ну, потому что очевидно, да. А там это вообще недоказуемо, и до сих пор люди этим занимаются. Так что там свой прикол. Ну, у них же прям клановость тоже. Ну, она, конечно, переоценена по сравнению с тем, что было. Там, скорее, неравномерность развития. Там, получается, есть один прям мегаполис, а он задыхается. Это Алма-Ата. Построили Астану в поле. Да, построили Астану, но это все-таки город чиновников крупного капитала, там жить не очень комфортно. И там получается, что север Казахстана – это достаточно жесткий климат, как у нас, ну, Сибирь, Южный Урал, ну, такой прям вот жесткий климат. А прям отлично для жизни вот эта вот южная, а она перенаселенная южная часть. И поэтому вот у Казахстана у него своя многовекторность, если у Украины была север-юг, запад-восток, то у Казахстана север-юг. Потому что юг, он уже, ну, он давлеет там уже сильно влияние Узбекистана, уже сильная исламизация. То есть, там две таких вот долины, одно в Семеречии, то есть, Алма-Ата, Бишкек – два крупных города. Ну, столица, получается, Киргизия, Бишкек, и рядышком Алма-Ата. Ну, они в одной находятся зоне, и там все перенаселенное очень катастрофически. Ну, Узбекистан начал бороться уже несколько лет с исламизацией, насколько я знаю. Ты ничего с этим сделать не можешь просто. Почему? Ну, потому что падает образование светское, а святое место пусто не бывает, и родители, а так, как я говорю, там рождаемость высокая, они просто отдают, ну, ученики именно, то, что называется медресе. Это то, на чем талибы в свое время сделали власть. Вот. Никто не занимался детьми, подростками, они просто строили образовательные центры, где одновременно детей и учили, и занимались ими, и кормили их немного. Ну, а в перерывах между занятиями еще и автомат разбираешь, да. На перемене. На перемене. И вот так вот за 15 лет это дало свои плоды, потому что, ну, вот этот вот радикальный ислам, как его называют, ну, это же идеология, вот, причем это идеология справедливости. Приходит их проповедник, ну, очень бедному человеку, а тут надо просто поставить себя на место этого дикханина, да. Вот, Ферганская долина, это плотность населения чуть ли одна в мире, где-то еще в Индии, по-моему. Ну, в общем, оно с Индией конкурирует. Вот у него какие перспективы в жизни. Вот. Одного-двух детей вырастить, отправить в Россию работать, надежда, что они будут потом кормить. Земли там нету, ну, то есть она уже поделена давным-давно. Развиваться там негде, кроме как в сельском хозяйстве работать, а труд там ужасный, потому что ирригационные системы, которые советская власть активно развивала, они, в принципе, все разрушены. Вот. Вот это приводится к тому, что очень снова, ну, каторжный фактически труд под палящим солнцем. Вот. И вот какая у тебя перспектива? И к тебе приходят вот эти учителя, они тебе говорят про справедливость. Они говорят о том, что это несправедливо. Посмотри, вот образовались же местные, как бы, ханы, местная элита. А на Востоке они очень отчужденно живут от общества. Ну, то есть и у нас-то все позапирались в своих загородных поселках, да. А там это демонстративно происходит, что вот если ты стал маленьким ханом, то ты все, ты как бы, ты уже совсем большой начальник. Они даже внешне отличаются. Если ты посмотришь, они такие холеные такие, там, вот нажористые лица у них вот такие. И это вопрос справедливости. А так как вопроса справедливости никто иной не ставит, кроме этих радикальных проповедников, то, соответственно, ислам еще и приобретает социальную, ну, такой вот социальный элемент. И это становится он отчасти уже и революционной силой, да. И это очень опасно на самом деле. Это мы сейчас про какие регионы говорили? Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, особенно юг, где Ош, ну, потому что север он более светский, от Бишкек к Алмате, а вот юг в Ферганской долине Ош, Джалабад и юг Казахстана, это вокруг Чимкента, Шимкента, это, ну, город напротив Ташкента. Я был в Шимкенте, в Шимкенте, в Бишкеке. Я много в Азии вообще ездил, какие-то регионы очень агрессивные прям к нам настроены. Там как бы, ну, допустим, на подъеме... Вот сейчас там, например, даже не разрешают концерты русских артистов. Мы вот две заявки подавали, нам отменили. Это не Алмата, Астана, Кирганда, она более русская. Это, по-моему, вот... По-моему, Шимкент, могу путать. Ну, я думаю, что они, в принципе, не хотят сейчас никаких обострений, ну, из того, что я вижу. Потому что там общество еще не успокоилось после тех всех кризисов. То есть, там тоже стало вопрос о справедливости. Там же есть еще западный Казахстан, у которого находятся, где находятся основные запасы нефти и газа. Но при этом самый нищий. А это же вот есть три жуза. А еще есть как отдельное, как вот племя, как они забыл, называются. Ну, типа, оно отдельное. Это вот, которые кочуют вокруг Каспия. Вот вокруг Атырау, Актауни, Атырау севернее. Вокруг Шевченко бывшего. Ну, вот там, где, в общем, Белое солнце пустыни, где все происходило. И там вопрос становится такой, что как бы добывают все у нас. А бабки все остаются вообще непонятно где. И поэтому вот эти события 22-го года, начала января, они же были, с одной стороны, в Алма-Ате был прям инспирированный погром. Кого там наказали? КГБшника главного. КНБшника, да? Перейдем к информационным, когнитивным войнам. Вопрос, я лично, мое знакомство с тобой, когда произошло, когда я посмотрел у Стаса, и как просто ваш подкаст в начале войны, и ты прям грамотно все разложил по полочкам, по крайней мере, в моей голове все сложилось, насколько Украина действует в информационной войне грамотно. Научились ли мы чему-то за два года этих в информационной войне, когнитивной? И вообще есть ли отличия между когнитивной и информационной войной? Ну, отличие базовое, что информационное, оно все-таки про убеждение или переубеждение, а когнитивное это про доведение до эмоционально нездорового состояния. Поэтому можно правдой так загнать тебя в психоз, что этого будет достаточно. Ну, во-первых, Украину давно к этому готовили, и они все-таки первые центры ЦИПСО, они появились еще в 2005 году. Служба безопасности Сбербанка можно считать ЦИПСО? Ну, конечно. Это оно и было. То есть, оно просто расползалось на Украине. С одной стороны, там, где приходили прям НКО, какие-то натовские специалисты делали целенаправленно, а параллельно это еще разрасталось в бизнес-структурах. То есть, вот эти вот безопасности Сбербанка... Огромные деньги приносили. Это просто приносили огромные деньги, как и мошенники. И оно еще очень сильно на Украине, конечно, с вот этими вот сектами, которые расползались. Ну, принцип сектантской организации, затягивания людей в это все, оно очень похоже. Ну, создание криминальных сообществ и создание сект, оно по принципу своему очень похоже. Там, повязывают местными, совместными преступлениями. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому это на протяжении 15 лет создавалась подготовка таких людей, с одной стороны. Ну, это ж надо еще самому обладать внутренней готовностью таким заниматься. Это, ну, не так уж просто, да? Ну, разводить бабушек. Конечно. Ну, это вот надо перейти определенные черты. Поэтому Украина, конечно же, подошла к этому более подготовленно. Ну, а самое главное, они же играют на разрушение. Поэтому мы не можем копировать их методы, потому что мы саморазрушимся. Они же живут по принципу, ну, как глобальный игрок, заказчиком-то является все равно США. У них цель передать нам Украину в худшем состоянии, чтобы мы потом надорвались по ходу ее восстановления. Поэтому они же сначала свели с ума население постукраины, а теперь такими же методами пытаются свести наше общество. И чтоб еще и мы вместе объединились, и вот внутри эти как бы... Варились. Варились. И, ну, как я это очень хорошо помню, это последние годы Советского Союза. Все вроде бы нормально, но все вокруг между собой конфликтуют, непонятно, что выясняют. И вот как-то это все почти десятилетие прошло вот в таком вот забвении. Начиная вот с 88-го года и только вот году к 98-му как-то стала вообще понятна новая реальность. А до этого был такой вот хаос, хаос, где-то тут бандиты, там какие-то Белый дом расстреляли, тут еще что-то. Ну, реально, десятилетия. А вот на Украине люди в таком состоянии живут 25 лет. Вот как... Ну, я отчитываю с Украины без кучми 2001 года. Вот когда легализовали насилие в политике, когда легализовали политику уличную, когда элитам показали, что с помощью уличного шантажа можно добиться чего хочешь, вот тогда на Украине молодежь, элиты политические, медийщики, они распробовали вот этот вот кайф когнитивных войн, да, что можно доводить людей до этого состояния скотского зрада-перемога, а на самом деле это что такое? Это когда человека сужают... У нас же широкая гамма чувств. Человека, чтобы манипулировать, им надо свести до двух чувств. Боль, наслаждение. Боль, ну, это же садомазохизм реальный. А хочешь наслаждение, сделай больный, верни как бы. Да, 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 и все. И человек, вот когда он себя сузил до боли и наслаждения, он становится, ну, как бы, самосадомахизм... То есть, он сам уже научает загонять себя в это состояние, может загнать соседа своего. Вот ты сядешь с таким человеком пообщаться, вроде вы о чем-то таком же деловом же говорите, а он тебя в это состояние заводит, он не может, ну, успокоиться. И вот на Украине произошло же страшно, да? То есть, они себя заразили, заражают нас, а у нас на данном этапе, ну, мы не можем копировать методы. Ну, в принципе, не можем. Ну, а зачем? Мы сами себя будем разрушать. Ну, а как нам быть? Куда нам идти? Посылать иные когнитивные сигналы. То есть, смотри, бывает же сигнал, направленный на разрушение, да? А бывает сигнал, направленный на конструктив. Вот. Потому что наша задача людей немножко подугоманивать. Вот в это вот состояние, в которое они попали, из него нельзя резко выйти. Качели нужно останавливать постепенно. Ну, то есть, вот. И поэтому нам, людям, во-первых, нам нужно научиться выделять таких людей вокруг нас. Потому что поражение на когнитивных войнах, ну, поражение, которое нас, общество, поражает, оно похоже на вирусное. Не все заражаются. То есть, вот как когда грипп идёт, да, не все же заражаются. Но потом те, кого поразили, и он находится в этом состоянии, он сам начинает заражать других. И поэтому задача у нас, вот когда мы заметили, что у нас в коллективе, на работе, ещё где-то, человек прям под таком состоянии, а его прям видно. Ну, есть люди, которые постоянно транслируют негатив. Да, да. Надо остановить человека, узнать, откуда ты это подцепил. Где ты начитался. Нет, невозможно. Мне нравится это состояние. Они прям конфликты все чувствуют. Тогда его надо изолировать от всего остального общества. Ну, коллектива. Ну, как изолировать? Объяснить всем остальным, что с человеком происходит не здорово. И он, скорее всего, вас заразит. Ну, я стараюсь сам себя ограждать, например, от таких людей, которые в вечном депресснике. Причём, ладно, если были бы причины. Ты понимаешь, у человека всё хорошо в жизни, есть работа. Но он постоянно транслирует негатив. Всё, что плохо произошло. Только негативные новости. Только провалы. Только это, я думаю, блядь, да успокойся. Тебе это зачем вообще? Ну, это ты говоришь, которые всегда на вечной израде. А вот те, которые под сильным воздействием когнитивным, их постоянно шатает между... То есть, он в негативе, а потом через 10 минут прибегает. Ты посмотри, что случилось. Всё, сейчас что-то произойдёт. Вот, 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 да. И он получил там 5 минут своего кайфа уже от наслаждения. Остальным надо объяснять. Потому что мы-то медийщики. Мы давно на это знаем, понимаем, как работают. А обычные люди, они вообще с этим никак не сталкивались. Да, они на полном серьёзе начинают слушать эту чушь, которую им несут. А человек не может себе этого держать. Поэтому первое. Нам нужно научиться выявлять это всё. Второе. Необходим уровень, как минимум, самообороны у каждого человека. То есть, ну, то, что называется, рефлексия политическая. Уметь остановиться, подумать, как это всё взаимосвязано. Понять, кто и как пытается тебя воздействовать, да, на тебя. И третий – это медиапотребление. Людям нужно очень серьёзно осмысливать, что медиапотребление сейчас совершенно иное. Ну, я тоже это, как бы, такой пример хороший. Вот мы, когда садимся за руль, мы же осознаём, что повернули ключ или нажали кнопку, да, и у нас мы по-другому начинаем смотреть на окружающий мир. Правильно? Ну, вообще по-другому. В зеркала смотрим на знаки, да, больше, чем на витрины. Как только мы ключ вывернули, вышли, у нас по-другому смотрим, да. Вот как только мы выходим в смартфон, это аналог того, что мы повернули ключ в машине, да. Пока что машину мы одупляем. Почему? Потому что есть физический момент, что мы в неё садимся, да. В смартфон мы выходим по 300 раз в день, да. И мы этот момент не одупляем, что мы выходим в иную среду, где иные правила поведения, где нету реальных сущностей, а они виртуальные. И не факт, что за виртуальной сущностью стоит реальная, да. И когда тебе кто-то пишет, даже от имени того, кого ты знаешь, может быть, это и не он пишет, да. Потому что сигнал может быть перехвачен. И так далее, и так далее, и тому подобного. То есть, по большому счёту, нам нужно в систему среднего образования курс медиаграмотности не просто, а и медиакоммуникации. Потому что грамотность грамотностью, там, фейки отличать, это можно любого обучить. А именно, как коммуницировать. Потому что когнитивные войны нас ловят на коммуникации. Это же самое главное. Человек хочет общения. Поэтому он хочет так, где его... Нет, ты можешь что-то сказать, написать комментарий, ещё что-то. Да, мы же становимся одинокими в цифровом мире. У нас мало знакомых, да. Вот, нам интересно это всё. А тут появляется какая-то прекрасная дама, либо какой-то обворожительный молодой человек. И начинается у человека отдельная виртуальная жизнь, которая его может превратить в биодрона. Он же не знает, к чему его, ну, в результате приведут. Но это тоже у нас отражено хорошо, как это происходит в трёх мушкетёрах. Я напоминаю, когда Миледи была арестована, да, её поставили Фельтона. Охранять, да. Но она же его перевербовала, и в результате он же и убил. Вот. Но это вот такая вот... Ну, она просто была сверхталантлива, но это вот нам ещё Дюма показал, как могут человека, в общем-то, перевернуть на 180 градусов в его убеждениях. Да, это же тоже был вопрос политический. Но она, я напоминаю, его развела, что была обесчищена и так далее. Взыграла на его этих протестантских чувствах. Он возненавидел Бекингема. Ну, в книге это лучше описано. В фильме что там одна сцена, да. И вот так вот постепенно верный служака превратился в будущего убийцу. А это же не просто он же был Бекингем-герцог. Да, он исполнял пример министра. Он был фаворитом короля. То есть, это был такой, ну, в политбюро, то, что называется, находился. Ну, женщин испокон веков используют в вербовке. Конечно. Это старая схема. Я, кстати, хочу сейчас рассказать вообще недавнюю историю. Я узнал, что уже и в нас, в России, только наоборот, на сайтах знакомств сидят мужики, которые флиртуют с разными женщинами. Они могут неделями общаться, там, звать на свидание, приглашать. И потом начинают женщин, типа, говорить, что они брокеры, подключать к разным инвестициям. Женщины отдают этим красивым мужчинам, возможно, даже фейковые аккаунты, а может быть и настоящие. Он так окучивает 10 женщин, и одна из 10 там дает ему под управление, типа, деньги в инвестиции. Тоже, чем не служба безопасности Сбербанка из Днепра. Только уже в Москве. Да, уже высший уровень. Он реальный инвестор. Он показывает там какие-то свои... Возможно, он реальный инвестор. Возможно, мамкин инвестор и плохой. Ну, а сколько таких женщин, тяжело понять. Типа, громкая история про вот этого Леви, человек, который аферист. Леви, Леви. Нетфлик даже снял фильм про него. Да-да-да. Который по всему миру женщин. Путин его преследовал или еще что-то, которую скидывали ему на... Показывал дорогую жизнь, богатую, самолеты, машины. А вся эта дорогая жизнь была за счет наивных девушек из разных регионов мира. Ну, пока вот они деньгами похищают друг у друга, то бог бы с ними. Ну, да, это не так страшно. Это как можно фильм снять, какой-то же был. Это «Отпетые мошенники». Хороший американский классический фильм. Как раз про трех таких аферистов, которые разводят миллиардеров на отдыхе. Ну, я помню. Про девушек. Нет? «Отпетые мошенники». Это, говорю, еще в советских кинотеатрах. Американский фильм, который показывали в советских кинотеатрах. Немного было фильмов, потому что советскую цензуру проходили такие вот настоящие американские, ну, такие прям вот классные американские фильмы, где не придерешься. Я его просто смотрел, и нам было это удивительно. Ну, советскому школьнику увидеть совершенно иную жизнь, где вот такой вот разводняк именно на доверие. Ну, в общем-то, эффект наперстоков мы же увидели все. Вот я это в детстве увидел. Казалось бы, уже все об этом говорят. В телевизоре говорят, что не надо. Все говорят, что это, короче, развод лохов. Но, тем не менее, каждый раз ты идешь мимо рынка, и ты видишь, что очередных лохов опять разводят. Ну, то есть... Тут еще момент. Тоже расскажу историю. У меня друг. Одно время телеграммы взламывали. Вернее, их не взламывали, а делали копии. Или взламывали тоже. У меня другу скидывают от лица другого, его товарища, что-то не могут мне помочь с криптой. Он говорит, что случилось? То есть он не обращает внимания. Короче, его разводят. Записывают кружочки, вырезают аудиосообщение, монтируют. Он прям уверен, что это он. Он звонит какому-то. У всех же у нас есть человек, который, наверное, у многих в крипте. Он говорит, блин, скинь на этот кошелек, я тебе потом наличные отдам. Ему переводят деньги. И развели так на 3 миллиона. Потому что, когда он обращается к реальному пользователю, он говорит, да я тебе ничего не писал, посмотри, это дубль моего канала. Меня, видимо, взломали. Взломали аудиозаписи, смонтировали и отправили тебе с другого канала. С другого аккаунта, не с моего. Он мне все это рассказывает. Я смеюсь, думаю, да как ты мог, Денис, там, как тебя могли развести, как лоха. Все это слушаю. Я там с семьей, с дочкой, с сумками что-то в машину кидаю. Он мне пишет, Андрюха, а ты мне что-то с криптой можешь помочь? Я говорю, Дэн, ты меня что, сейчас разводишь? Он говорит, нет, нет, это я настоящий. Я говорю, ладно, сейчас я тебе там сколько тебе надо одолжить тысячу долларов или там две перекину. Я сажусь в машину, отправляю своему другу, который занимается биржей. Говорю, можешь бросить на этот кошелек? И только он меня остановил. Он говорит, Андрюха, это скам кошелек, ты уверен, что это он? И я понимаю, что это дубль, это другой человек. Я две минуты назад эту историю от него услышал, и через минуту чуть сам не развелся. Прекрасно. Я думаю, это я весь такой умный, я знаю все эти ситуации, все это, знаю, что это развод. Меня просто поймали в моменте, потому что я был с ребенком, меня кто-то отвлекал, меня все бесило, я там позвонил, что бросит тысячу долларов. Небольшая сумма, но меня развели в секунду после того, как у меня свежие воспоминания в голове про эту историю. То есть, по самому делу, время и место, и отвлечься. Ну, в общем-то, это же доказано, что человек в определенном психологическом состоянии, навыки, которые у него отработаны годами, он вообще на них, не то что не обращает внимания, он не задумывается вообще ни о чем. Как мы говорим, на адреналине действует. Поэтому отманипулировать можно любым человеком. Когнитивные войны ниже о чем. Но это тоже в этих доктринальных документах натовских рассуждают ученые, что довести до определенного психологического состояния в современную эпоху можно любого человека. То есть, абсолютной устойчивости в принципе нет. Потому что человек, он виртуальный мир, он отдал столько информации о себе, что где-то его в темном уголке есть какие-то тайны, страхи, контакты ненужные, где его можно поймать и довести до этого состояния. А как только ты попал в это неустойчивое психическое состояние, тобой отманипулируют. И вот твой пример, он прекрасный. То есть, был чуть-чуть раздражен и уже не сработал защитный рефлекс. А прикинь, какого стоят люди, когда они в психическом общем бьются истерике. Нам же еще эти гаджеты как используют? Для поддержания чувства толпы. Ну, то, что называется, набежать в комментарии, еще что-то. Людям нужно почувствовать рядом таких же, как они, ебнутые. Вот они в этом состоянии находятся, ему одному плохо. А он знает, что я зайду в этот конкретно чатик, и там мы кому-то наваляем сейчас. Да, да, вот это желание круглые сутки спорить с незнакомыми людьми в комментариях. Да, да, да. А когда много, это же пираньи. То есть, они себя чувствуют пираньи, что мы такие сейчас зубатые, сейчас мы там пойдем кого-то там. Они же никаких эффектов не достигают реальных. Кроме того, что себя вот в этой загоняют. Реальных нет, но эмоциональных достигают. Да. Удовлетворения или раздражения. А потом происходит Дагестан. Да, да, в аэропорту. Да, потому что они сначала себя в соцсетях накрутили, в инстаграме накрутили. Их накрутили. Ну, как бы сначала их, а потом они уже сами себя. Это принцип как бы снежного кома. И это был чистый наш. Прощелкали? Потому что сначала был кризис возле общежитий. Было потом еще больше суток, чтобы отреагировать. Вот они продолжили. Они первый раз встретились в реале. Оно же как работает? Сначала мы, как пираньи, накидываемся где-то в соцсетях. Но потом нам становится этого мало. Мы это, значит, начинаем выплескивать в реал. И получаются феномены, как эти смешные, этот ЧВК Редан. Да, помнишь? Ну, это же тоже. Да. Они для чего-то. Это тест был. Это был тест. Конечно. Конечно. Вот так это и работает. Субтитры сделал DimaTorzok